всем привет это Алексей Викторович сегодня мы поговорим о ситуации которая возникла у моих парней у Никиты Залониной и Артема Тарасова они вчера возвращались после боя Никиты на голых кулаках который проходил против Чершанбе на турнире Hardcore на Сапсане ехали обратно и там получился инцидент с человеком которого зовут Андрей Сорокин есть по информации что он там вице-президент Альфа-банка и имеет отношение к альфа-страхованию какой-то должен занимать но выложив в истории что сотрудник Альфа-банка Альфа-банк также мне в директе ответил да что у них нет такого сотрудника но не знаю сколько это правда не правда я знаю что все-таки он имеет отношение к Альфа-банку да ну человек который имеет какое-то финансовое финансовое давление может быть или значение или важность какую-то да для наших властей то есть для сотрудников полиции что могу сказать что была был конфликт конфликтная ситуация возникла из-за того что там парни ехав в поезде спали положили ноги на передастающие креста бывает там креста друг на против друга Сапсане да на что девушка сделала замечание Никита убрал ноги и этот молодой человек который был под выпивший Андрей Сорокин начал делать начал как бы ну там видать перед девочкой у Петра с чем-то и начал наезжать на Никиту у них произошла совестная перепалка совестная перепалка как вроде как говорят люди да там не люди да там а в показании начальника поезда который написал заявление в полиции да что была нецензурная брань громко кричали но на что Артем говорит что его вообще там вагоне не было он там но как будто не было она когда люди выходили парни мои выходили вниз вагона сквозь зашли их встретили сотрудники полиции транспортное управление транспортный транспорт по городу Санкт-Петербурга да и отвезли их в отделение и до 6 вечера с ними 6 или 7 вечера их только выпустили что могу сказать да что да будет тут в конце видео Тему после того как он сразу вышел в отделение да что он давал свои комментарии никакого конфликта никакого со стороны Тёмы вообще ни матов ничего не было но власть имущий человек своим давлением на людей из наших правоохранительных органов которые очень хорошо да отнеслись к парням нормально все не было какого-то там плохого отношения либо еще чего-то все в пределах рамках закона было но все-таки власть имущий человек мог устроить такой непонятный беспредел да то есть понимаете а вот человек там захотел перед кем-то выпитриться и показал свою там власть что он там может хочет сделает на мой взгляд совершенно неподобающее мне кажется цивилизованное общество такое поведение и такая ситуация потому что насколько я знаю там у них рука была ну понятно когда мужчин там ругаются бывает всякое могут сказать друг другу как будто не было да но мне кажется такие такие там ситуации надо как-то складывать и обходить их они потом показывают свою значимость там какое-то величие это еще что-то судебная какая-то тяга им не грозит будет ну да максимум что может быть это может быть за состояние в алкогольном обвинении немножко выпившие ехали в поезде и за ругань матом с зудной бранью могут получить штраф но как бы то ни было завтра в два часа еще надо будет прийти в это отделение до выяснения полных расстоятельств но на мой взгляд это полный беспредел да и там относится к альфа-банку не относится Дмитрий Сорокин такой человек как бы с них конфликт произошел этот человек ведет себя очень странно потому что он там вызвал пацанов каких-то там из шашика да там из федерации джиу-джитсу я не идеально не понимаю у нас с каких пор федерация джиу-джитсу стала торпедами у сотрудников какого-то альфа-банка страхования можно мне из федерации джиу-джитсу что-то рассказать на мой взгляд но я считаю что совершенно бытовой конфликт который раздули просто СМИ СМИ пишут там такую чуду что удар был не удар Сапса современный поезд там везде стоят камеры которые пишут звук и видео да плюс на московском вокзале везде стоят камеры потому что вокзал это стратегический объект если есть какой-то удар покажите пожалуйста видео потому что удара никакого не было и быть не могло была какая-то перепалка но бывает такое да там потому что ну бывает такое между людьми мое отношение к этой ситуации таково что у нас избирательная судебная система избирательная правоохранительная система одних она может наказать других она не оказывает потому что оба были под выпить оба выражали дезинсультурной брани но одних почему-то забрали и там либо навесил стран в дальнейшем либо не навесил уже там на рассмотрение правоохранительных органов будет но как бы то ни было ситуация вот такая поэтому подскажите что вы думаете по этому поводу есть внизу в комментариях напишите что пройдет что будет завтра с парнями и свое отношение к таким ситуациям может вы также сталкивались свою историю здесь расскажите спасибо за просмотр сейчас в конце слова артема поскольку он практически ну там чуть меньше почти сутки до находился в отделении управления транспортной полиции по санкт-петербургу никита вытягивает ноги значит сонки вот так вот спит и вытягивает ноги ему девушка делала замечание уберите ноги он убирает ноги у этой девушки рядом оказывается какой-то ну вот чел вот этот вице-президент непонятно чего там да и он начинает никита знаете там перепрыгивай синдирь а там тебя это и это ну никита на него тоже у них начинается прикалка я их успокаиваю успокаиваю они не успокаиваются этот говорит типа я сейчас все связи мои типа сейчас пойдем на Ненеградский вокзал у меня здесь связи типа у меня там связи ой на московский ну и все и вот так получилось и мы здесь а были маты какие-то ну то есть про маму что-то он говорил плохое они вдвоем руг nee про маму что-то говорил так это я уже не знаю это никита Agirjo как у негоˡошемaya все было из-за девушки все было из-за девушки vitt kolche vitt Ừ что именно Kevin просто грубо говоря девушка сделала замечание на что никит сразу же убрал ноги типа да он был выпившим вот и все было из-за девушки просто да она просто зелала замечание а он решил такой, типа, слышь, ты там, алой, ну, на Никиту, а Никита едет только с боя, расслабленный. А он взрослый мужик, нет? Да, ему вот 40 лет, то есть, мужик взрослый, такой высокий, едет, там, он говорит, я тебя сейчас там переплылось. Ну, Никита ему то же самое, я переплылось, мне все. Вы вообще, вы спровоцировали драку личной или нет? Какой? Я вообще был этим, англом хранителем обоев, то есть, я вот так, у меня Никита сидел по правой руке, я был, а тот сидит, такой, мужик, ты успокойся, я говорю, Никита, успокойся, бюст, зачем тебе это, мы потом ушли. Я с этим Андреем говорю, Андрей, ну, чего ты черней занимаешься, я говорю, вот, Никита устал, ты устал, отдыхайте, там, да, только у сидеть, вот, ну, все нормально. Нет, я сейчас, Сань, вас накажу, мне федерация жужжится, там, ну, если так. А он пытался, то есть, связь с меня с этими, да? Да, надо связаться, чтобы оставаться связи, как видите, да. Самое главное, что нам еще пытались уголовную статью сделать, вот, а по факту этого не было, и я вообще успокаивал ребят, его, ребята, ну, успокойтесь, они, ситуация была такая, что они просто за другом там порамсили в огонь, и послали друг к другу на прибыль, все, на этом все закончилось, меня почему-то приобретают ко всему этому, хотя я всех успокаивал, ну, вот, как-то да. Я не хотел говорить, я был такой злочный, но сейчас выйдет, товарищ, 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 товарищ сейчас должен выйти, он очень рад, что он тоже выходит, потому что, ну, реально, мы не могли подумать, что в 21 веке вот такая история будет, что ты приезжаешь, ты нормальный человек, ты вежливо общаешься со всеми, со всеми полицейскими, и реально, вот здесь полицейские, которые были, ребята, которые, они говорят, Артем, мы не понимаем, почему мы тебя берем сейчас, но мы, но нам сказало руководство, вот так. Мы спросим, а что предъявили, когда вас задержали? Ну, что не предъявили, вот именно, что не предъявили, я говорю, что, я себе говорю, вы хотите меня, я даже сам сюда пришел, я говорю, если вы хотите меня задержать, ну, типа, давайте понятых, там, все дела. Нет, типа, я сюда пришел, у нас только там где-то в 22 часа, я сказал, давайте, а что они еще на улице стояли? Они все время стояли на улице, в Ощаре, там, тысячи дни, потому что они нормально. А что вы не ушли? Ну, а эти нельзя было ходить. То есть вам не сказали, как административную статья или что, вообще ничего не сказали? А какую уголовку хотели? Уголовка, типа 213 статья, хулиганка, там до 5 лет лишения свободы. Там вообще стенд-транспорт не было. Скажите, а удар на перроне был? Вот много вообще говорили о том, якобы кто-то кого-то ударил на перроне, якобы Сорокина, кто-то из вас ударил. Сейчас посмотрим, видео выйдет и посмотрим. Там была попытка, но она была обоюдная с двух сторон, то есть там был конфликт. То есть два мужика сошлись, они там через людей как-то, ну, начали за другом цапаться. Через полицейский даже, ну, знаете, вот так. И Сорокин там, и Снаши стрелял, вот, и что там было уже, ну, не понятно. Ну, если бы, как мне говорят, ты ударил головой, я бы чувствовал, что я ударил ей. Сейчас в какой штраф приседе? Сейчас у нас явка, завтра явка в 4.00, и нам должны дать что-то. Ну, говорят, завтра суд. Ну, не суд, а, может быть, просто начальник отдела может дать штраф. 4.00 здесь надо быть? Да, 6.00 надо быть. Нет, надо быть на Полтавской. На Полтавской именно где? В смысле, Полтавская это это? Полтавская 9? 9.00, вот это. А, да? Кабинет 4.00 такой. Да, да, здесь. Значит, да. Это мелкое хулиганство сейчас, да? Ну, да, типа, я не знаю, что это. Я говорю, что это просто человек со связями пришел и говорит, вот этих пацанов... Он так и пришел и сказал, там, они все ему кланятся в ножки. Вот этих пацанов, я говорю, все, чтоб сейчас закрыли. Он, все, нет заседейства, ничего ему. Мы говорим, почему вы его, берите его на мед заседейства, он пьяный, заявления тоже нет, все. Заявление поступило от него, да? Нет, от начальника поезда. Нет, сначала от начальника поезда, да, но начальник поезда, как написал, я там был, его на самом деле не было в пятном огоне в этот момент, понятное дело, когда это все происходило. Вот, что еще надо, ну, блядь, не знаю, что сказать. Короче, а, и заявление было от него, потом он приехал, у него уже встречала там его команда там хороших юристов, людей, которые здесь пришли. Здесь он сразу же пошел, он же сразу же пошел к начальнику, когда к себе пришел, он сразу же пошел к начальнику, с ним посидел, там три-пури-восемь дыру, вышел, у нас закрыли. Вот и все. А фамилия начальника знаешь? Нет, ну вчера был Абдурагимов, но я знаю, что здесь Морозов. А вот до конфликта, вы не были знакомы сейчас с Сорокиным? Я вообще не знаю, кто это мой, я вообще удивлен, что вот такая штука происходит, у нас еще в России до сих пор это работает. У тебя есть деньги, значит, ты можешь с кем угодно что угодно делать. Планы сейчас какие? Планы сейчас пойти домой и внять жену и дочку. Ага, молодец. Идем после этой дамы, у нас форма профиля. Ахахахахаха Ахахахаха Ахахаха 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 Ахахаха